Владимир посетил руководитель интернет-портала Грамота.ру, филолог, член экспертного совета тотального диктанта Владимир Пахомов. Он согласился ответить на вопросы нашей программы. Итак, Владимир, скажите, пожалуйста, о чем вы пообщались сегодня с владимирскими студентами и как вы оценили уровень грамотности общения? Для разговора предложил тему, которая традиционно одна из самых острых, самых дискуссионных тем, связанных с русским языком, это употребление заимствованных слов. Ну, иноязычные слова это то, что многих раздражает, многих удивляет. И так получается, что русский язык во всей эпохе активно берет слова из других языков под непрекращающиеся слова носителя языка, что этого делать не стоит. Ну, то есть тема объективно острая, горячая, живая, и поэтому из всего многообразия тем, связанных с русским языком, вот мне показалось, что можно поговорить об этом. Вообще ведь встреча проходила наша накануне Дня славянской письменности и культуры, на этой неделе филологическое сообщество отмечает два праздника сразу. День славянской письменности и культуры 24 мая и День филолога 25 мая. Ну, то есть, в общем, и День русского языка уже не за горами, поэтому о русском языке говорить сейчас самое время. Ну, вот и такая тема одна из самых острых, была нами выбрана. А что касается вопроса студентов, то вопросы были очень интересные, не шаблонные, не стандартные. Меня, например, спросили о моем самом любимом слове. Ну, были вопросы, которые тоже касаются острых тем, вопрос о нецензурной лексике, вопрос о феминитивах. Это то, что сейчас у всех на слуху, вот эти слова авторка, редакторка, блогерка, нужны они, не нужны. Тоже дискуссионный вопрос, и о нем тоже пошла речь. Ну, в общем, получилось очень хорошее, живое, интересное общение. И этот, собственно, проект, в рамках которого я приехал, проект «Энергия науки» Информационного центра по атомной энергии, вот слово «энергия» здесь очень важное. Вот у нас тоже была очень энергичная научная встреча. Меня вот спросили сегодня на лекции, какое мое любимое слово. Я назвал слово «чаевничать». Такое домашнее, уютное слово, которое, к сожалению, уже уходит из языка. А хочется, чтобы оно все-таки осталось подольше, не уходило. Очень красивое слово. Ну, наверное, слово, любимое слово, слово-символ, наверное, назову слово «свобода». Очень хорошее, очень красивое, очень нужное слово. Грамотность – это очень широкое понятие. Мы под грамотностью понимаем в узком смысле умение читать и писать, знание правил и ударений. Но грамотность – это умение точно сформулировать мысль, выбрать в нужный момент нужное слово, чтобы донести до адресата. И с этой точки зрения вопросы были вполне грамотные, мысли сформулированы удачно, все понятно. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Какова позиция русского языка в современном мире? Я бы приветствовал изучение всеми как можно большего числа языков. Потому что не зря же говорят, что сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек, столько культур в тебе, столько ты раз обогащаешься за счет того, что каждый язык несет, конечно, след какой-то своей культуры. Поэтому давайте и мы будем учить другие языки, и пусть другие народы учат русский язык. Если говорить о международном положении русского языка, русский язык по-прежнему один из мировых языков, это один из рабочих языков Организации Объединенных Наций. Здесь статус русского языка сохраняется. Конечно, есть такая проблема, как сокращение числа носителей русского языка, потому что сейчас, но прежде всего за счет рост численности носителей других языков, русский язык немного сдает свои позиции. Он, конечно, по-прежнему входит в десятку самых распространенных языков в мире, но потихонечку свои позиции сдает. Если мы хотим, чтобы русский язык стал языком международного общения, но это зависит не совсем от языка. Потому что, как мы говорили, английский язык стал таким языком международного общения, потому что сфера IT-технологии, сфера экономики, бизнеса, то, что активно развивается в всех странах, где английский язык основной, это способствует популярности английского языка. То есть мы должны заниматься не столько... Хотя этим тоже надо заниматься, популяризацией именно русского языка, но и тем, чтобы русский язык действительно был привлекательным, а это связано с какими-то успехами страны, это взаимосвязанные вещи. Но вообще говоря, интерес к русскому языку сейчас во многих странах мира растет, и если по каким-то политическим причинам был период в конце 20 века, когда этот интерес, может быть, даже искусственно отбивался, то сейчас все-таки ситуация меняется. И интерес к русскому языку есть, и наше государство прилагает к этому усилия. Работает фонд «Русский мир», который занимается популяризацией русского языка, открываются кабинеты русского языка, центры изучения русского языка в разных странах мира. То есть здесь шаги делаются, но будем надеяться, что на планете будет больше людей, которые будут знать русский язык. Что можно сказать о нормах русского языка? Так ли часто они меняются, и что происходит в современном русском языке? Не так часто меняется норма, не так часто переставляются ударения. Вообще лингвисты не спешат признавать новый вариант нормативным, а наоборот стараются максимально отдалить, отодвинуть этот процесс, потому что необходимо сохранить вот эту культурно-историческую связь поколений. Известные случаи, когда уже все говорили по-другому, а словарь отстаивал старый вариант. И, например, ударение «фольга» держалось в словарях очень долго, когда все уже в живой речи говорили «фольга», и только со временем и неохотно словари сдались и зафиксировали фольгу. Поэтому лингвисты не то что не переставляют ударения, как это есть такой миф, что лингвисты бегут, спешат в угоду безграмотным людям переставить ударение. Конечно же нет. Лингвисты, наоборот, стремятся максимально долго сохранять старый вариант, не торопиться признавать вариант новый нормативным. А уж если это произошло, это объективное признание того факта, что норма изменилась. Мир меняется, язык меняется, языковые нормы меняются. Но меняются не так быстро, как иногда кажется. Конечно, надо обращаться к словарям современного русского языка. Бывает иногда такая ситуация, к сожалению, когда в семье дома по-прежнему на полке один словарь, это словарь Ожигова в каком-нибудь издании 60-х годов, и люди до сих пор к нему обращаются. Но за это время язык уже изменился, и поэтому словарь, изданный несколько десятилетий назад, все-таки не может быть надежным справочником по нормам современного русского языка. Один из парадоксов русского языка – у нас очень мало слов, называющих женщин, жительниц городов. Вот новгородец – это нормально, а новгородка – это как-то вот не очень по-русски. Владимир. Владимирец – это нормально, а владимирка для обозначения жительца – это странно. Вот парадокс такой русского языка. Поэтому такие слова вынуждены преодолевать некий барьер общественного неприятия. И как русский язык выкрутится из этой ситуации, это на самом деле очень интересно за этим наблюдать. Здесь есть и чисто языковые причины. Вот мой коллега, лингвист Александр Пиперский, говорит, что если слово оканчивается в мужском роде, если ударение на последнем слоге, то женское соответствие легче образуется. Москвич – москвичка. А если ударение подальше от конца слова, ну вот как бы владимирец, новгородец даже, то женское соответствие уже образуется хуже. То есть есть и чисто языковые причины. Как бы то ни было, такие слова с одной стороны кажутся нужными, какие-то обозначения женщин. С другой стороны, вот именно авторка, редакторка, блогерка, вот именно такие слова пока носителям языка многим неприятны. Это все живой процесс, проходящий прямо сейчас на наших глазах. Мы все, как носитель языка, в нем участвуем. И те, кто приветствует такие слова, и те, кто категорически их отвергает, все мы в этом процессе участвуем, посмотрим, что в итоге выберет язык. Спасибо, Владимир. Скажите, пожалуйста, ну вот есть ли у вас какие-то рецепты для наших телезрителей, как стать грамотным человеком? Больше читать – это действительно главный, основной совет. Читать и художественную литературу, читать и научно-популярную литературу. Потому что сейчас очень много выходит научно-популярных книг о русском языке, которые пишут наши авторитетные ученые, и которые рассказывают о том, как устроен русский язык, как устроены другие языки. Вот у нас на портале грамоты.ру есть специальный раздел, в котором мы собрали, ну, надеюсь, достаточно полный каталог научно-популярных книг о русском языке. Можно зайти посмотреть. Сейчас проходит очень много фестивалей языков, фестивалей русского языка, фестивалей науки, на которых представлен русский язык. Очень много курсов подготовки к тотальному диктанту. Есть курсы онлайн-курсы, оффлайн-курсы. Проходят разные фестивали, связанные с общими гуманитарными дисциплинами. Поэтому возможности масса. Читать книги, посещать лекции лингвистов, фестивали языка, языков, науки, ходить на тотальный диктант, готовиться к тотальному диктанту на курсах подготовки, заходить на сайт диктанта и там проходить онлайн-курсы. В общем-то, довольно большой спектр возможностей для прокачивания грамотности.